Урок 6. Задача первая. Запишите в виде равенства. Разность чисел А и 3 равна их удвоенному произведению. Разность А минус 3 равна удвоенному их произведению. Задача вторая. Есть ли среди данных чисел корень уравнения? Давайте решим это уравнение. Найдем корень этого уравнения, а затем посмотрим, есть ли среди данных чисел корень этого уравнения. Раскрываем скобки. 15х минус 3. Это левая часть равенства. Справа 4 минус 2х минус 10. Переносим справа налево, а минус 3 надо наоборот перенести из левой части равенства в правую, меняя знак на противоположный. Приводим подобные слагаемые. Что будет слева? 17 умножить на х справа минус 3. Чтобы найти х, надо минус 3 разделить на 17. В виде конечной десятичной дроби ответ не получить. Давайте запишем в виде обыкновенной дроби. Числитель 3, знаменатель 17 и перед дробью знак минус. Итак, корень уравнения минус 3 семнадцатых. Среди данных чисел нет корня уравнения. Вопрос, есть ли корень уравнения среди данных чисел? Ответ, нет. Среди данных чисел корня уравнения нет. Задача третья. Найдите значение а, если известно, что уравнение имеет корень. Х равен 2. Это уравнение с неизвестным х и с параметром а. Надо найти значение а, если х равен 2. Значит, вместо х надо подставить 2 и решить это уравнение, найти значение а. Получится, что а минус 1. Ответ минус 1. Задача четвертая. Запишите данное утверждение в виде равенства. Найдите значение х, при котором равенство верно. 75% от 3,25 составляют 60% от третьей числа х. Процент – это сотая часть. Если надо найти 75%, значит, надо умножить на 0,75. 60% – это 0,60 или 0,6. Теперь осталось решить это уравнение, найти значение х. Х – 0,45. Задача пятая. Пешеход рассчитал, что двигаясь с определенной скоростью, намеченный путь он преодолеет за 3,5 часа. Он увеличил скорость на 2 км в час. И поэтому весь путь прошел за 2,5 часа. Найдите длину пути. Допустим, намеченная скорость была х км в час. Тогда весь путь был бы пройден за 3,5 часа. На самом деле скорость была больше на 2 км в час. И время в пути 2,5 часа. Пройден один и тот же путь. Раскрыть скобки, перенести справа налево. Вот это слагаемое. Х равен 5. Это скорость по плану. Надо найти длину пути. Значит, надо подставить вместо х5 либо вот в это выражение, либо в это. Значение получится одно и то же. Длина пути 17,5 км. Длина пути 17,5 км. Длина пути 17,5 км.